Бизнес-ланч Бизнес-ланч На тему возможных ремонтов, вот как раз вот эти вот темы переездов, которые всегда связаны с какими-то сложностями, какими-то такими долгими подборами какой-то мебели. Мне захотелось создать концепцию и модельный ряд из многомодульной мягкой мебели. Я считала на тот момент, что ничего подобного на рынке нет. Ну и очень наивно, подумав, что всё довольно просто наверняка, я сделала себе мастерскую, купила инструмент и начала учиться. Ты так удивительно слышишь, женщина, которая решила начать создавать мебель, мастерская, инструменты. А тогда я не могу не спросить, вот прямо сейчас интересно это узнать, изначально кто по профессии? Откуда пришли в этот бизнес? Я пришла в это из архитектуры, из строительства. А, ну то есть где-то всё-таки, да? Фундамент какой-то он был. Да, творчество и определённый конструктив в голове, который сложен годами уже в строительстве и довольно серьёзной профессиональной базой. Он позволил что-то придумывать. Так, мастерская. Что это было? Это какое-то... Пришлось снять помещение. Как вот? Ребята, всё началось с кухни. С кухни? На кухне? Да, я перетягивала первое кресло на кухне, училась шить. Вот. На своей кухне? Да, на своей кухне я сделала свои первые два кресла. Переделка это была? Да, переделка. Или это был новодел? Да, для начала это была переделка. Вот, и так потихонечку начала учиться. Мне было очень интересно просто. А материал, где брали, кто-то приносил? Или из того, что было под рукой? Как вот эту базу? А вот, прям вот так вот ходила в магазин, покупала первый материал, изучала весь материал, из чего всё это делается, что такое скоба, что такое скобозабивной степлер, что такое шуруповёрт. И всё одно? Всё это я делала сама, да. Сколько так продолжалось? Два года. Два года на кухне было? Нет, не на кухне. Из кухни я ушла довольно быстро, потому что это было нереально. Да, я организовала себе первую мастерскую, наладила там такое первичное оборудование. И начала придумывать, придумывать эту свою модульную систему, складывать её в определённый ряд. Это было трудно, но очень интересно. И тоже пока всё одна. Да. И с нуля уже правильно начали создавать эту модульную систему? Или это всё равно какая-то была основа, какая-то база, на которой строился такой каркас какой-то? Вот как, чтобы понимать? Вы знаете, поскольку очень много разных программ осваивается, да, пока ты работаешь в строительстве, то, в принципе, база мне позволила создавать с нуля. Хотя, на самом деле, я разбирала и многие вещи. То есть я могла, например, разобрать полностью диван, пересчитать все винтики, посмотреть, как сделано, какой-то, да, вот, и собрать его обратно. Вот так всё и началось, на самом деле. В дальнейшем уже, конечно, был такой переломный момент, когда для меня нужно было выбрать идти в это дальше или всё-таки вернуться в строительство, потому что всё, что связано с производством и со своим делом, оно требует очень больших вложений. Конечно. На каком этапе вы это поняли? Вот когда был этот переломный? Вот прошло два года, когда я... А вы полностью ушли из той сферы и посвятили себя, да, то есть фактически. А какой-то доход это приносило вот эти два года? Ведь в мастерскую же нужно было на что-то снимать, правильно? На самом деле просто в ноль, да, просто в ноль ради энтузиазма, ради интереса, то есть у меня были какие-то накопления, я на это всё этим занималась. А заказчики были какие-то, правильно? Ну, опять же, из сферы, да, то есть мы же общались, всё равно поддерживались. То есть клиентура была, тем не менее, чтобы хотя бы в ноль как-то выходить? Ну, вы понимаете, Мира, когда ты только пробуешь, ты не можешь сделать что-то быстро. То есть это происходит, например, первый диван я делала год, реально год. То есть я останавливалась, думала, как же сделать дальше. Переходила на что-то попроще, какие-нибудь пуфики. Чтобы как-то жить, да? То есть, ну, да, условно, да, вот я возвращалась к чему-то попроще, потом опять к сложному, и так вот постоянно. Ну и спустя два года, вот этот переломный момент, в этой фазе, я всё-таки решилась, то есть погрузилась дальше, нашла помещение промышленное, уже серьёзное помещение. Это вот в Кубинке уже, да, непосредственно? Я приехала в Кубинку, конечно, диапазон поиска был очень большой, почему-то остановилась на Кубинке. А где ещё искали? Не только Одинцовский городской округ или преимущественно там? Ну, по Московской области, на самом деле, покаталось хорошо. Не привязаны к какому-то, да, определённому? Нет, без привязки, да. Очень сложно, на самом деле, найти помещение, это одна из таких глубоких тем для разговора, да. Вот готовых помещений, на самом деле, для этого дела очень мало. Для мебельного, да, именно производства? Именно для мягкой мебели, да. То есть есть же разные сферы, да, есть корпусная мебель, это кухни, шкафы, мягкая мебель, она очень широко охватывает несколько сфер сразу. Это столярное дело, швейное дело, обивочное, и всё это должно быть разделено и правильно технологически построено. И в тот момент я искала помещение уже на базе того, что я сама поняла для себя, даже не общаясь особо, на самом деле, в этой сфере. Вот, я поняла просто, как должна быть построена технологическая линейка, и искала помещение уже под это. Вот, и так постепенно. Пришла в Кубинку, сначала все смеялись, но, в общем, было весело. А смеялись почему? Ну, потому что пришла девочка, арендовала помещение 200 метров, и сказала, что я тут сейчас мебель буду делать. Поставила станок и стала на нём пилить. На тот момент я и пилила сама, и шила сама. Смеётся тот, кто смеётся последний. Да, и сама проектировала. Ну, а дальше уже начался поиск сотрудников. Это вот уже после двух лет, уже на помещение в Кубинке сколько? Вот уже на базе того помещения я начала поиск. На самом деле, не столько сотрудников, а сколько единомышленников. Потому что, когда ты один, и у тебя идея достаточно сильная. А так вообще никто не поддерживал? Друзья поддерживали морально. Как к этому? Друзья поддерживали морально. То есть, буквально в какие-то моменты у меня было ощущение, что меня вот так вот просто поднимают на руки, и вот, ну, говорят, давай, делай дальше, делай дальше. Потому что сомнений было много. Сомнений много, и рынок очень серьёзный, рынок очень сложный, очень многоконкурентный. Именно вот по мягкой мебели, да? В мебели вообще, ну, потому что есть киты, да, есть киты, которые стабильно работают давным-давно, которые создавали свои фабрики ещё в советское время. Эти фабрики серьёзно работают, ну, с ними конкурировать это... Ну, они просто в своём находятся. Ну, понятно, здесь нужно свою нишу какую-то, да? Да, я искала свою нишу и старалась развивать свою концепцию. Расскажите о ней. Ну, вот представьте, что вам нужно сделать ремонт, вы нанимаете дизайнера, и в определённой площади, да, а мы ведь в наших реалиях очень часто в маленьких площадях находимся, да, нам нужно что-то куда-то вписать, то есть поставить диван вот именно в этот размер. И с этим сталкивается очень много людей, которые делают ремонты, не могут найти то, что им нравится именно в этом размере. И вот именно над этим я работала, чтобы создавалась линейка, вот эта градация размерная, не раз-два-три, да, три размера на какую-то модель, а именно вот прям по сантиметру. То есть фактически это индивидуальный такой подход? Это индивидуальный подход, но при этом совсем в индивидуальный подход уходить тоже нельзя, потому что он даёт очень большое удорожание на выходе изделия. И не всем это нужно, не всем это важно. А мы хотим, чтобы было и доступно, и красиво, и прочно, функционально на выходе. Я напоминаю, сегодня в программе «Бизнес-ланч» на Радио 1 принимает участие генеральный директор, основатель компании «Вилл Хаус», производства мягкой мебели из города Кубинка Одинцовского городского округа Екатерина Валерьевна Ушакова. Итак, Екатерина Валерьевна, единомышленников, значит, концепция есть. Единомышленников нашли сразу, как самое сложное. Самое сложное было. Очень легко купить любое оборудование, очень легко поставить всё на свои места. Самое сложное – это найти людей, тех, кто поддержит именно уже в деле, не просто словами, а тот, кто подхватит, возьмёт это, согласится и увидит в этом зерно, которое даст плоды на выходе дальше. Ну и не испортит саму идею. Опять же, не испортит и будет ждать результат не через месяц, не через два, а через год, два, три. Потому что дело, ну, нормальное и хорошее дело в производстве, оно строится не меньше восьми лет. Сейчас нам получается, ну, если считать от самой точки, да, нам шесть. Я считаю, что мы очень молодое предприятие, но наша система, идея, она рабочая, она востребована. Мы хотим идти дальше, развиваться и творить. Сейчас большой коллектив, но, я так понимаю, команда сложилась, правильно, раз? Сложился костяк, да, конечно, как и в любом деле есть люди, которые вроде как подхватывают, но потом оказывается, что не совсем те, но основной костяк, это очень большое счастье, когда костяк, он с тобой, да, он поддерживает, и мы работаем стабильно. Клиентура, как вот здесь вот развивались? Вы знаете, мир, наверное, очень много сейчас бизнес работает через соцсети, да. Изначально вообще я считала, что соцсети – это не самая стабильная вещь. И поэтому цифровая платформа была разработана еще три года назад в зачатке. То есть мы разрабатывали свою платформу, свой сайт. И сейчас у нас интернет-магазин, через который, в принципе, мы работаем очень хорошо. Для нас это максимально удобно тем, что там мы представляем именно то, что мы хотим и то, что востребовано. Ведь в дизайн-проектах очень много индивидуальных решений, вы наверняка знаете об этом. То есть полет фантазии у дизайнера, когда он проектирует концепцию, он очень широкий. И потом иногда бывает, что заказчик, допустим, не заказав авторское сопровождение дизайнера уже в самой работе ремонтной, просто сидит, смотрит на проект и думает, где это купить. А мы сейчас работаем с дизайнерами в том, чтобы 3D-модели мебели можно было сразу строить, сразу в понятных размерах, сразу вот в этой нужной планировке. И сразу же даже подбираем цвета. Ну, то есть в этом ваше конкурентное такое преимущество, можно сказать. И дизайнеры могут работать с нами через интернет-магазин, скачивать там нужный материал. Дизайнеры любознательный народ, они могут проанализировать это всё. Сам архитектор просто знает, что вгрызаться – это самое нужное. Ну и заказчики тоже, они спокойно уже ориентируются в нашем модельном ряде, приходят к нам за повторами какими-то, рекомендуют друзьям. Это очень классно. Ну, по большому счёту, уже о вас знают. Сейчас удалось выйти на прибыль? Насколько компания, она… Да, нам удалось. Удалось. Да, честно, нам удалось. Но поскольку мы развиваемся без сторонних инвестиций, то есть получается, что мы вот именно гармонично развиваемся с того, что мы, собственно, зарабатываем сами. То есть максимально вкладываем в развитие предприятия. Мы стараемся искать новые площади, улучшать оборудование, искать ещё специалистов. То есть получается, не пользуетесь никакими мерами поддержки? Мы потихоньку к этому приходим, потому что объём уже настолько приличный, то есть я не могу сказать, что он огромный, он приличный, что нам, конечно, нужно усиление. И мы придём, мы будем над этим работать. У нас есть много предложений, поэтому… Но большой сейчас штат? Сколько человек? У нас всего 20 человек. Это не так много, но вот это реально сильные ребята. Потому что слабые у нас не задерживаются. Вот это прямо можно отдельно сказать. Сейчас-то диван за сколько уже можно сделать? В смысле за сколько? Ну, не за год. Как можно, да? Сейчас средний срок изготовления у нас 30 календарных. То есть это не значит, что вот прям он зашёл, да, и мы его делаем. Он стоит в очереди и выходит. А вы чем сейчас занимаетесь? Всё тем же. Всё тем же. Я просто оттуда не выхожу, да. Продолжаете пилить на станке? Я очень рада, что пилить мне сейчас не приходится. Вот. И даже уже и шить тоже не приходится. Работаю над конструктивом, работаю как руководитель предприятия. То есть это все графики, производственная вся нагрузка, распределение. Я единственный сейчас менеджер по продажам. То есть я непосредственно делаю подборы. Я выезжаю на объекты, работать с дизайнерами, с клиентами. Потому что вот максимально качественный подбор пока только на мой глаз. Но, тем не менее, готовые решения уже на сайте. Их можно совершенно спокойно заказывать. Это уже то, в чём мы уверены. Екатерина Валерьевна, вот вам 6 лет, да, как вы сами озвучили, молодое мебельное производство. Тем не менее, половина выпала, да, достаточно сложное время. Это пандемия. Вот здесь какими-то столкнулись трудностями? Что это время для вас было фактически? Трудности были с поставками материала, когда были закрыты склады у поставщиков. Это было очень сложно. Но как-то таким вот каким-то образом, какое-то чутьё предпринимательское, да, всё-таки есть определённая интуиция, которая сподвигла немножко запастись тогда. Именно материалы. Материалом. Чтобы работать, да. Мы работали ограниченным составом. То есть просто мы были в цеху, мы оттуда, в принципе, не выходили. Вот, ну, соблюдали все, соответственно, санитарные нормы. На самом деле сподвигла к развитию. Я могу точно сказать, что мы выросли за это время, потому что это были только онлайн-заказы. Все торговые центры были закрыты. Да простят нас конкуренты. Мы очень успешно продавали в этот момент. Ну, то есть наоборот, где-то пошло это в плюс, правильно? Да, да. Ну, тут самое главное было ведь вот не остановиться и не упасть духом. То есть мы просто для себя приняли это решение, что нам нужно работать. Другого варианта просто не было. Ну, когда тебе нужно это делать, потому что аренду никто не отменял, да, зарплаты никто не отменял. Мы продолжили работу, и за год, вот за год пандемии мы увеличили объем. Раза в три где-то. Прекрасно. А заказчики – это физические лица в основном? Или есть и какие-то более… Есть и коммерческие заказчики, но моя цель, и в принципе мы нацелены на работу с частными клиентами. Потому что, в принципе, как производство, как стабильно работающее производство, у нас много запросов корпоративных, да, то есть это, например, сделать какой-то объем мебели для торгового центра, да, на ритейл поставить. Но все эти запросы, они ограничивают модельную линейку. То есть это очень просто. Это можем делать и не мы. Есть много мебельных производств, которые могут это делать. И мы не планируем им мешать. Мы делаем то, что именно мы хотим, исходя из нашей концепции дальнейшей. Но вот так вот уже сейчас много. Вот как клиенты, они идут постоянным каким-то потоком? Что-то в очереди стоит? Насколько, да, это… Там где-то расширение, да, уже не загорано? Самое обидное, вы знаете, да, что самое обидное, вот когда ты хочешь, но ты даже не можешь всех охватить. И дальше уже идет другая тема. Приходится регулировать это ценами, ценообразование немножко перестраивать, да, потому что очередь… Вот представьте, 20 человек пишут одновременно, да, что они хотят. Я вас очень люблю, но иногда просто невозможно, физически невозможно все это освоить. Поэтому регулируем ценами и сейчас планируем расширение. Не так сложно даже найти площади и поставить оборудование, сколько найти людей. Сейчас вот думаем о том, что Московская область, она, конечно, большая, да. Мы в Кубинке стараемся привлечь специалистов не только непосредственно, да, из Одинцовского городского округа, ну, из Москвы тоже. Нам нужны реально сильные технологи. И реально сильные не просто… Их ведь нигде не учат. Все эти люди учатся на мебельных производствах также. Ну, вам проще обучать, наверное, самим тогда, получается, нет? Да, хотелось бы обучать самим. И так и происходит, например, с обивщиками. То есть, ну, опять же, когда человек приходит с нуля и реально хочет этому научиться, через полгода он уже имеет какую-то базу. Но у этого человека должно быть чувство эстетики и того, что вообще нужно. Потому что просто человек, который, ну, без художественной такой жилки, ну, вот не получается у него… Ну, понятно, сугубо математик или физик, который, да, там прекрасно в одной области, но совершенно не видит этот диван, грубо говоря, вот в таком исполнении. Да, вот какой он будет. Ещё этот человек должен кайфовать от своей работы. То есть он должен увидеть результат… Квадратный и ладно. И сказать, вот как классно я сделал, какой я молодец. Вот эти люди с нами остаются. А расширение, Екатерина Валерьевна, в Кубинке останется вот этот вот… Вот эти территории? Обязательно. Просто дополнительно ещё, да? Да, да. Как место, где именно разрабатываются модели, останется обязательно Кубинка. Но придётся искать нам и партнёров, искать и площади для того, чтобы, возможно, где-то в регионах кто-то нас услышит и захочет присоединиться. Мы с удовольствием рассмотрим предложение. Вот сейчас какие объёмы производства? Да не такие уж и большие, на самом деле, в районе 50. Ну, если вы видели, заходили на наш сайт, то… Ну, в основном у нас детские кроватки такие, интерьерные, дизайнерские детские кроватки. Около 50 кроваток в месяц мы выпускаем. Но нас совсем немного. Как сейчас с материалами? Кто вот основной поставщик? Вы с какими-то сложностями из-за санкций столкнулись? Локально – да. Локально – да. У нас же опять, ну, несколько сфер, да, я уже сказала. То есть у нас конструкционный материал фанеры – это основной материал, с которым мы работаем. Здесь, в принципе, всё стабильно. Цены на фанеру как выросли… Так и выросли. …как выросли, так и не опускались. Да. Ну, мы работаем с фанерой. По тканям получается, что диапазон достаточно широкий по поставщикам. Он очень широкий. Основные склады они в Москве, но материал идёт из Китая, Турции. То есть мы работаем с ними. Ценовой диапазон нас устраивает. Есть сложности с ценообразованием, потому что из-за колебаний курса все идут по долларовым коридорам. А нам нужно поддерживать стабильную цену. Мы не можем вот так вот прыгать туда-сюда, да. Поэтому мы чуть-чуть перезакладываемся, где-то перезакупаем материал и стараемся вот со складского остатка держать стабильность. Чтобы наши клиенты, они же не вот приходят, да, сейчас я вот сейчас куплю. Обычно это человек, который делает ремонт. И он хочет спрогнозировать цену в этом сроке. А мы должны как-то зафиксироваться. Ну ещё у нас есть наполнители и всякие сложные такие мебельные профили. Вот сейчас будем думать с профилями, что делать. Такая, очень такая, совсем узкая специфика. Там Европа. Есть мысли, как замещать, но опять же, это надо что-то придумывать, ребята, да. Давайте объединяться. Но в целом вот эта вот ситуация, насколько импортозаместить можете, хотя бы в какой-то нише, то чего? Мы импортозаместим всё, потому что мы изобретатели. Если не будет какого-то кантика, мы придумаем что-то другое. Ничего страшного. А как с экспортными амбициями? Я понимаю, что сейчас... В диапазоне 20 лет. В этой сложности, в принципе. Нужно мыслить, да, в очень широком временном диапазоне. Слушай, это закончится рано или поздно. Если самое главное, на самом деле, в наших умах, в умах нашего населения немножко переломить вот этот момент, что мебель производится только в Италии. Это неправда. Сейчас, когда мы привозим наши изделия, и очень приятно слышать, когда люди удивляются. Вот, допустим, муж, он был не в курсе, да, а супруга заказала кроватку. И вот мы её привозим, и муж говорит, это у нас такое делают? Да, это у нас такое делают, ребята. Мы это делаем. Да, не только в Италии делается мебель. Мы учимся, мы растём, и растём очень быстро, потому что у нас нет другого выбора. Не только в Италии делается мебель, но и в Подмосковье. Ну и в Подмосковье. Ну и не только в Подмосковье. Я очень уважаю наших коллег, и конкурентов тоже очень уважаю. И это просто классно, когда у ребят получаются вот реально крутые вещи. Ну что ж, Екатерина Валерьевна, Вам развитие, рост вашей компании, расширение, найти нужных людей и обеспечить всех тех, кому необходимо, классной, красивой мебелью. Спасибо большое. Сегодня в программе «Бизнес-ланч» на Радио 1 принимала участие генеральный директор, основатель компании «Уилл Хаус», производства мягкой мебели из города Кубинка, Одинцовского городского округа, Екатерина Валерьевна Ушакова. Бизнес-ланч